В этой комнате сегодня заседает призывная комиссия города-курорта. Здесь рассматривают личные дела и выносят окончательный вердикт. В коридоре привычная картина – молодые люди с личными делами. Александру Головченко 21 год. Он закончил индустриальный техникум по специальности прикладная информатика. Хобби, айкидо и джиу-джитсу. Занимался спортом, легкая атлетика, боевые искусства, бег. Нет, конечно же, не считаю, потери времени это интересует. Мне нравится военная тематика, подготовка собственного организма, здоровье, защита Родины также получается. Сегодняшний визит занял у него около трех часов. Нужно было пройти всех врачей, а также профориентационный тест. После того, как она полишилась собственного военкомата, на поездку уходил целый день, половину из которого занимает дорога, а ездить призывнику необходимо не один раз. Вопрос подняли на встрече главы и общественников. Юрий Поляков взял тему на контроль. Помещения нашлись в самом центре города. То, что было, допустим, полгода мы ездили туда, в Тимрюк, это было, конечно, ужасно. Почему? Потому что, во-первых, ребятам в пять утра нужно было вставать, автобус первый идет. А не к восьми часам только началась призывная комиссия. Накануне как раз Дня матери, через неделю будет День матери. Огромное спасибо администрации нашего города, нашему мэру, заместителю Гозлову Сергею Алексеевичу, за то, что это помещение появилось. Вы знаете, когда вот это помещение дали, и ребята стали приходить, очень много приходило матерей, и благодарили, что не нужно ездить в Тимрюк. В этом году предстоит призвать более 300 молодых людей, больше, чем в прошлом году, на треть. План призыва формируется ежегодно, с учетом возможностей территории. В этом году больше, чем половине новобранцев присвоена категория А. Они признаны годными к службе, в том числе в десантных войсках и военно-морском флоте. От тех, кто сейчас служит, командиры отзываются положительно. Сейчас такой тенденции, что уклонение, ну фактически вот я не вижу. Многие ребята хотят идти в армию, многие приходят в военкомат, и такие приходят, и которые уклонялись раньше, и все хотят служить. Потому что что, служат один год, суббота, воскресенье, выходной, дневной сон, подъем в семь часов, зарядка это необязательно. Значит, и с родителями встречи, пожалуйста, и будешь нормально служить, и в отпуск отпустишься. То есть привилегий очень много. И сотовыми телефонами можно пользоваться, и так далее, и так далее. Меню тоже выбирают. Кроме того, у солдат есть возможность за первые три месяца выучиться на водителя грузовика, заплатив около 15 тысяч рублей в два раза меньше, чем на гражданке. Особенность этого года – те, у кого есть среднеспециальные или высшие образования, могут сразу заключать контракт и получать зарплату, уже как военный специалист.